Сельда, помедленнее, пожалуйста. Говорила, что погуляем, подышим свежим воздухом, а теперь заставляешь бежать, жизнь моя. Жизнь моя, что я могу сделать? Это ведь спорт. Я пытаюсь прийти в форму, сбросить вес до открытия. Пойми меня, пожалуйста. Вес сбрасываешь? До открытия талии осталось несколько дней. Насколько ты собираешься похудеть? Жизнь моя, ты хоть в курсе, что даже 200 грамм создаёт видимую разницу? Да. К тому же, ты меня разве не знаешь? Столько лет уже женаты. Я толстею, сразу опухает лицо, и я нервничаю. Жизнь моя, ты нравишься мне такой. Для меня нет никаких проблем. Дорогой, не пытайся меня утешить. К тому же, это ведь открытие, наше открытие. Это очень важно. Все будут видеть друг друга. Ты посмотри, как выглядит наша Эльчин. Хоть она и старше меня. Эльчин старше тебя? Ну уж нет. Хм, я что-то не поняла. Извини. Что ты хочешь сказать? Что я выгляжу старше? Ещё и смеётся. Эльчин старше тебя. Не понимаю. Дорогая, ты меня неправильно поняла. Я не это имел ввиду. Конечно, ты намного моложе, чем Эльчин. К тому же, Эльчин, она как палка. Да, слишком худое лицо. Ну понятно, помада, и всё выглядит красиво. Но вот её щёки очень впалые. Ну что поделать, жизнь моя сейчас так модна. Нужно соответствовать 34-му размеру. Но это, конечно, для меня всего лишь мечты. Хотя бы 36-й. Но как это сделать? Благодаря диетам и спорту мы будем вместе поддерживать баланс. Извини, но я не понимаю, почему ты говоришь во множественном числе. Меня не вмешивай в свои мечты. У меня нет в планах быть худым. Я доволен своим телом. Любовь моя. Спорт не только для похудения. Спорт очень важен для здоровья. Ладно, но я очень устал. Пожалуйста, давай уже остановимся. Да ну. Я наоборот только вдохновилась. От кислорода, наверное. Лес же очень красиво. Эта дорога очень хорошая. Нам нужно побежать в обратную сторону, чтобы сжечь калории. Пойдем, жизнь моя. Только так можно сжечь жир. Давай, давай. Прекрасная тропинка. Давай, давай. Отлично. На погоду взгляни. Знаешь, ты могла бы быть очень успешной в бизнесе с такой упертостью. Я вот думаю, в кого же наш сын такой? Говорил, говорил. И в конце концов свел разговор к нашему сыну. Ты невыносимый. Мой сын тоже, если захочет, может быть упертым. Но он не такой. Почему? У него есть все. И красота, и ум. Он же мой сын. У него нет проблем с зарабатыванием денег. Чтобы чем-то владеть, ему не нужно стараться. Ох, какая прекрасная жизнь. Разве я в молодости был таким? Слава богу, моему сыну повезло. Дорогой мой сыночек. Сильда, я не знаю, что тебе сказать. Ничего не говори, дорогой, не говори. Нихат? 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 Что случилось? Нихат? Нихат, все в порядке? Любимый, что случилось? Душа моя, что с тобой? Я в порядке. Немного голова закружилась. Кажется, я очень устал. Раньше с тобой такого не было. Что случилось? Усса. Дорогой, сейчас же позвоним твоему доктору. Пусть осмотрит. Я в порядке. Не будем преувеличивать. Врачи и все такое. Я в порядке. Так нельзя. Послушай. Отныне ты будешь слушаться меня, потому что сам видишь, что может случиться. Здоровье ведь это не шутки, не хат. И что изменится в моей жизни? Дорогой, слушай меня. Мы сейчас же звоним твоему доктору. И он осмотрит тебя, хорошо? Ладно. Пусть будет так. Доброе утро, господин Валкан. Доброе утро. Господин Бурак появился? Есть вести? К сожалению, нет, господин. Ладно, спасибо. Алло, пап, ты где? Только сошел с самолета. Есть новости о Бураке? Нет еще. Хорошо, сынок. Есть новости? Его все еще нет. Господи, я уже начала волноваться. Я тоже. И Валкан взволнован. Хотя мы и привыкли, что Бурак вечно пропадает, но все равно мы волнуемся за него. Валкан и Бурак очень разные, правда? Конечно. Кроме фамилии, у них нет ничего общего. От слова совсем. По-моему, в этом есть вина Валкана. Он всегда за него все делает и прикрывает его. Именно так. Будь он его родным братом, он бы так не относился. Валкан умен не по годам. Ты его хорошо воспитал. Сделал все, что в моих силах. Он так рано повзрослел из-за потери мамы в раннем возрасте. Ему всего лишь семь лет было. Потребовалось много времени, чтобы он смирился. И тебе было нелегко. Ну ничего, все в прошлом. Сейчас я очень счастлив. Что он делает в даче? Это же Бурак. Он не отчитывается за поступки. Самое главное, что он жив и здоров. Раз уж проблем никаких нет, может, изменим планы? Поужинаем сегодня? Наедине? Что скажешь? Не знаю. Мне нравится идея. Это значит, да? Да. То есть, в первый раз польза от Бурака? Ну что будем делать? Ну, что сразу напрягаешься? У меня есть отличная идея. Правда? И какая? Сюрприз. Сюрприз. Хорошо. Скоро мы будем в прекрасном месте, где сможем остаться одни. Хорошо, хорошо. Не стрессую. Хорошо, хорошо. Бурак звонил. О, наконец-то. И как он? Он в даче. Что? Что он там делает? Я волнуюсь, а он развлекается. Чагла, все не так, как ты думаешь. А как? Могу ли я узнать? Я тоже точно не знаю, что там произошло, но ему пришлось поехать. Что-то случилось. Надеюсь, это правда, Валкан. Иначе то, что сделал Бурак, нельзя простить. Хорошо, я все уладил. Через несколько часов заберут. Я иду на завтрак. Придешь? Хорошо, переоденусь и приду. Посмотрим, какое оправдание у тебя на этот раз. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.